Небольшой ликбез. Я знаю, что эти товарищи меня тоже смотрят. Сегодня украинские СМИ взорвались новостью. Некий священник в России у алтаря, вы представляете, спел песню из коммунистического фильма. Из фильма «Как закалялась сталь». Да, кошмар просто. Хотелось бы объяснить моим братьям по разуму, младшим, о том, что это не просто песня из какого-то коммунистического фильма. Кстати, в этой песне ни слова коммунистического нет. Нет ни о партии, ни о КПСС, ни о Ленине, ни о чем. Нет. Это стихи. Стихи Роберта Ивановича Рождественского. Вам это имя, скорее всего, ничего не говорит, но это имя говорит много чего многим людям. Это человек, который написал колоссальное количество выдающихся стихов, просто потрясающей поэзии, которая стала хитовой, скажем так, но если выражаться языком, более понятным для моих братьев, младших. Этот человек возглавлял комиссию по сохранению наследия Марины Цветаевой. Ничего не говорит, да? Осипа Мандельштама. Пусто. И Владимира Высоцкого. Высоцкого, знаете, по-любому, песни пел. Теперь на пальцах. Если вы слышите какую-то песню, которую «О!» это из советского фильма, это значит, что песня советская. В советских фильмах звучало много песен. Советские фильмы шли на протяжении 70 лет. Ребята, иногда откройте книжку, залезьте в источник, гугл, гугл в помощь. Не позорьтесь, а. А потом вы приходите и пишете вот такое вот к священнику. Пришли верующие украинцы, вернее люди, которые называют себя украинцами, которые вешают в себя флажки. И вот они приходят и вот такое пишут. Когда вы такое пишете, вы просто позоритесь. Вы позорите не только себя, но и позорите украинца в целом. Я до сих пор верю, что украинцы читающая нация, что украинцы думающая нация. Что украинцы это не просто какое-то тупое стадо, которое прибежало, о, песня из коммунистического фильма, и начало что-то там галдеть. Просто галдеть, материться, ругаться. Что украинцы это не вот люди с такими вот лицами. Я сегодня, я даже и оставил ее, сохранил себе. Это девушка, которая участвовала в одном из протестных движений сегодняшних и боролась со стариками, которые еле ходят и посмели выйти на 1 мая. Украинцы не такие. Украинцы это не те, которые гоняются за Симоненко. Я Симоненко терпеть не могу, но не обязательно за ним гнаться, выкрикивая кучу матюков. Украинцы не такие. Я в это верю. А вы позорите Украину. При этом называйте себя украинцами. Не называйте себя украинцами, потому что от вас уже даже Европа прозревает.